Сегодня в Гомеле снова вернулись до вопроса о ядерной безопасности. Тут начался семинар с ученым и специалистов из Беларуси, России и Украины. Что делать с так называемым забрудженным материалом, который находится на потерпелых территориях? Это вопрос актуально для всех трех стран. Главная задача – сделать взгляд национального опыта по окраске забрудженных радионуклидами территорий. Ученые переконаны, при заховании мер безопасности и полной господавшей деятельности, тут можно вести уже зараз разговоры в приватности про так называемую альтернативную энергетику, будавництво солнечных и ветряных электростанций и еще один резерв, который можно использовать больше активно – Дравнина. Что отельство Беларуси, то территория радиоактивного забруджения лесного фонда маль 200 тысяч гектаров. Частку этих массивов можно использовать для тримания электроэнергии. При этом ученые кажутся в необходимости докладного размежевания. Есть радиоактивные отходы, а есть забрудженные материалы. Если об отходах, когда мы говорим, скажем так, на миллионы тонн, то в радиоактивных материалах мы имеем сотни и тысячи миллионов тонн. То есть эта проблема, она, с одной стороны, гораздо шире, потому что отрагивает гораздо большие территории. И, с другой стороны, то есть это еще не отходы, это то, с чем мы можем работать и можем использовать. Мониторинг ситуации на запруженных территориях у Беларуси, России и Украины проводится постоянно. В выключения складаются, бывает, только осененные вёстки. У их одна будущая – ликвидация. Запас «Чернобырский час» только у нашей краины. Поховали больше 17 тысяч объектов. За уликом периода по распаду того же Плутония у 24 тысячи годов ніякая господарчая деятельность николи не будет вестися и на территориях, забрудженных этим рядаю нуклидом. За выключением акчима 1-го накерунку на забрудженных территориях необходимо проводить науковое доследование. В зоне отчуждения на территории Украины создан Чернобыльский радиационно-экеологический биосферный заповедник. Мы пошли по пути, который уже протоптала Беларусь. В Беларуси такой заповедник создан был уже давно. На Украине он создан только несколько лет назад. И сейчас идёт процесс оформления документов и выделения земель для этого заповедника. Как чекается, в деньгах гумельского семинара по пытаниях об уходжении забрудженным материалом только терроритичные частки не обмежуются. Усераду я не ознайомится с деньгами Полесского державного традиционно-экологического заповедника, где проводится уникальное доследование по Чернобыльской тематации. Алексей Тюров, Йогин Макеенко, телерадио компания «Гумель».